Некоторые дворы захламлены, придомовые территории убирают только по праздникам, о едином архитектурном облике курорта стали забывать. К такому выводу пришли в мэрии после рейдов в разных микрорайонах. Между тем, требования благоустройства в Сочи никто не отменял. Зоны международного гостеприимства по-прежнему существуют. Напоминать об этом бизнесменам и собственникам частных домов в соответствии с законодательством теперь будут представители районных администраций, которым поручено регулярно инспектировать улицы курорта. Решением городского собрания Сочи утверждены правила благоустройства 26 ноября 2009 года номер 161. Там как раз и установлены все основные обязанности собственников, обязанности нанимателей по содержанию и территории, и объекта капитального строительства. Более того, там у нас выделена зона определенная, которая называется зона ЗМГ, в которой дополнительные требования и по цветовой гамме, и по периодичности работ, и в целом по содержанию объекта капитального строительства. Комиссии будут следить не только за санитарным состоянием территорий, но и за соблюдением законности на стройплощадках. Город должен настраиваться комплексно в соответствии с градостроительным планом, а не точечно, заявил глава Сочи. Пристальное внимание к частным застройщикам. Именно из-за их действий несколько лет назад курорт стал одним из лидеров в стране по самостроям. Борьба с нерадивыми застройщиками продолжится, но уже в усиленном формате. С этой планерки сотрудники, которые закреплены, ваши сотрудники земельной инспекции, которые закреплены за районом, подчиняются и главе района, в первую очередь. Понятно, да? Это первое. И второе, вы выполняете любое поручение главы района. Услышали меня? Ну я буду спрашивать главы района. Это будет правильно. Хозяева вы там. Еще одной темой обсуждения на планерке стала муниципальная земля. Многие арендаторы таких участков забывают о том, что за пользование имуществом города необходимо платить. К сожалению, не все арендаторы соблюдают законодательство. И в настоящее время у нас уже скопилось задолженности по арендным платежам на сумму порядка более 700 миллионов рублей, находящихся на исполнении судебных приставов. Главой города дано поручение одновременно с заявлением о взыскании за должности производить расторжение договоров. Уже расторгнуты договоры с 11 нерадивыми арендаторами муниципальной земли. Также глава города дал распоряжение правовому управлению разобраться в ситуации, когда суд выносит решение о взыскании за должности с арендатора, а судебные приставы почему-то выполнить его не могут. Такого быть не должно, подчеркнули в администрации. Обсудили и новогоднее оформление курорта. На этот раз оно будет тематическим и посвящено предстоящему 70-летию Великой Победы.